Не успели коммунальщики отпраздновать Новый год, как вновь пришлось выйти на работу. Снегопады в начале 2024 не дали никому спокойно выдохнуть. Эти кадры сняты 3 января. В городской администрации сообщили, что в этот день в уборке снега было задействовано 60 единиц техники. Рабочие вручную расчищали подходы к остановочным павильонам, тротуары, пешеходные переходы. Впрочем, так написали в социальных сетях. На деле местные жители трудов коммунальщиков особо не заметили. Люди выходят на остановку, а тротуары не могут пройти, потому что не почищены. Особенно остановки не почищены. Автобус подъезжает, некуда высаживать. Однако есть и те, кто оставил положительный отзыв в адрес местных коммунальщиков. Новогодние каникулы все-таки еще не закончились, многие настроены позитивно. Работают, с утра пораньше прошелся, все, вообще дороги все отличные. И в Мордовии все хорошо, и должны стараться, и вам крепкого здоровья, счастья, любви и всех благ. Нормально. Снегопад никаких проблем не даст? Нет, у нас нормально было. Сегодня, да, более-менее почистили. А до этого как было? А до этого было ужасно. Сегодня в уборке снега задействовано чуть меньше единиц техники – 55. Опять же, по словам местной администрации. В социальных сетях выложили видеоподтверждение, мол, рабочие трудятся и даже дарят новогоднее настроение, разъезжая на украшенные техники. Не только с коммунальщиками аномальная погода сыграла злую шутку. Вечером 3 января в Розаевском районе в частном доме двое детей 6 и 8 лет отравились угарным газом. Предварительной причиной происшествия стало обледенение дымохода. К счастью, обошлось без жертв. Врачи оценили состояние детей как удовлетворительное. С начала года на территории республики произошло 13 пожаров. Гибель людей недопущена. На водных объектах происшествия не произошло. Основная часть пожаров произошла при эксплуатации печного отопления. Уважаемые жители и гости республики, соблюдайте основные правила безопасности при эксплуатации бани и печного отопления. В случае пожара звоните по номеру 101 или 112. С здесь понижением температурного режима, при выходе на улицу, одевайтесь теплее, без особой необходимости не уезжайте на автомобиль или на дальнее строение. Также МЧС предупреждает, что в ближайшие три дня на территории республики сохранится аномально холодная погода. По данным мордовских синоптиков, среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов. При норме на этот период минус 9-10 градусов. В связи с такими погодными условиями, 5 января городской день здоровья отменяется. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Саранска Игорь Осабин. По данным Мордовского гидромедцентра, завтра днем температура воздуха составит минус 17-22 градуса. Совсем день здоровья не отменили. Его проведут после того, как немного потеплеет. Ориентировочно 19 января. Арина Мелешкина, Юрий Осипов, Андрей Просвиркин, Игорь Конгаев. Наш Новости. Субтитры создавал DimaTorzok